Сто лет исполнилось со дня рождения Якова Павлова, простого сержанта, который вместе с другими бойцами превратил обыкновенный дом в Сталинграде в настоящую крепость. Потом в учебниках про него и его товарищи напишут. Он и его бойцы живая легенда, настоящие русские богатыри. Кто же такой Яков Павлов и что он сделал, расскажет наш корреспондент Максим Красоткин. Зинаида Петровна приходит сюда всякий раз с замиранием сердца. В этом доме она провела 58 дней героической обороны. Хотя этого не помнит. В тот момент она только-только появилась на свет. Ее мама вместе с ней пряталась в подвале от бомбежек. Половина дома была разрушена. И солдаты ходили там по квартирам. Ну кое-какие там находили пеленки. А так в основном отдавали свои солдатские портянки. О том, что она ровесница подвига павловцев Зинаида Андреева узнала только в 18, когда ее разыскали участники обороны дома и, конечно же, сам сержант Яков Павлов. Они рассказали, как делили с ее мамой свой паек, делали младенцу соски и сухарей, завернутых в бинты. В 1942 году немец прорвался к Волге. В планах Гитлера захватить нефтяные месторождения Кавказа, а Сталинград с его портами на Волге – удобный транспортный центр. Советская армия раздроблена. И тут просто необходим свой герой. Яков Павлов вместе со своей частью прибыл с того берега. В 1942-м там находился тыл советской армии, а эта территория была занята противником. Его опорным пунктом было здание старой мельницы. Отсюда простреливался каждый сантиметр Волги. Передовой отряд выбивает противника из мельницы, захватывает несколько метров прибрежной территории. Но жилой дом напротив, что называется, мозолит глаза командирам. Что место, где мы с вами стоим, было за нашими. А вот дом Павлова, который вы видите напротив, стоял уже на нейтральной полосе. Командование направляет группу разведчиков во главе с сержантом Яковом Павловым посмотреть обстановку в доме. Те находят восьмерых немцев, занявших две квартиры, а в подвале около 30 мирных жителей. Они скрываются от пули осколков. Противника ликвидировали быстро. Помог фактор внезапности и, конечно же, опыт. А владев этим домом, бойцы во главе с Павловым оказались в выгодном положении. В 42-м, как и сейчас, здесь была площадь. И наступающий оттуда противник был как на ладони. Мечта, а не позиция. Естественно, мириться с этим гитлеровцы не хотели и несколько раз пытались взять дом штурмом. Правда, попытки эти успехом не увенчались. Почти два месяца советские солдаты удерживали позицию, не давая немцам прорваться к Волге. Уже потом маршал Василий Чуйков в своих воспоминаниях напишет, что противник потерял тут больше живой силы, чем при взятии Парижа. Отсюда до мельницы, где находился штаб наших войск, каких-то метров 300. Пешком можно пройти минуты за две. Но под шквальным огнем расстояние почти непроходимое. Тогда бойцы наладили свою тропу жизни, вырыли траншею, по которой доставляли боеприпасы, подкрепления и продовольствие. Проходила она примерно вот здесь и, говорят, глубиной была не больше полуметра. Этого вполне хватало, чтобы скрыть ползущего по-пластунски человека. Жилой дом, ставший неприступной крепостью, тут же назвали именем Павлова. Даже нанесли на боевые карты. Не ради пропаганды. Само так вышло. В этом доме Павлов и его боевые товарищи 58 дней отбивали ожесточенные атаки врага. Но об этом прославленный сержант узнал из газеты в госпитале, где лечился после ранения. Оттуда он попал в другую часть. Там отказывались верить, что перед ними стоит тот самый Павлов. И он приходит к замполиту, разворачивает газету и говорит, вот про меня написано, я в Сталинграде воевал. Тот прочитал и говорит, а ты знаешь, сколько вообще Павлова было в Сталинграде? А сколько домов в Сталинграде? Давай-ка так, дружок, ты воюй, как тут написано. Покажи нам, что ты такой вот герой. И он воевал. Получил вторую медаль за отвагу и еще один орден Красной Звезды. А звезду героя ему вручил только после войны, лично маршал Чуйков. И тогда о Павлове узнал уже весь Советский Союз. Писем-то ворох не приходили. Уже мать помогала писать ответы. Ну, одному ему не справиться. Сын сержанта Юрий вспоминает, от желающих пообщаться с отцом не было отбоя. То в школу пригласят, то перед солдатами выступить. Порой так проходили выходные и отпуска. Мы ездили в Москва-Астрахань на пароходе. Вот первый раз я попал в Волгоград. Отец остался в Волгограде на выступление. Мы поехали до Астрахани. На обратном пути он опять сел на пароход и поплыли. В ту пору Яков Павлов был депутатом Верховного Совета и работал на машиностроительном заводе в родном Великом Новгороде. Тогда многие предприятия испытывали дефицит металла. Но только не завод, на котором работал Павлов. Директор понял, как использовать Яков Педотовича. Он стал посылать его в командировку в Волгоград. Почему? Потому что в Волгограде мощный металлургический завод Красный Октябрь. И он понимал, что если попросят металл Павлов, то в этом городе ему никто не сможет отказать. Конечно же, ему не раз предлагали сюда переехать. Даже обещали квартиру в том самом доме. Но он отказывался. Говорил, что не сможет там жить, вспоминая погибших друзей. И повторял, что родина у человека может быть только одна. Максим Красоткин, Михаил Артемов, Андрей Никеев и Александр Зазуля. Программа «Вместе». Продолжение следует...